Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 89. Псалом 89 открывает четвертый раздел книги хвалений, который содержит псалмы с 89 по 105. Большинство из этих псалмов не имеют надписаний на древнееврейском языке. Ну а если вы хотите узнать, о чем говорится в других псалмах, то смотрите наши лекции на портале экзегет.ру. Они проводятся в Срединской духовной семинарии. 89-й псалом озаглавлен словами «Молитва Моисея, Человека Божия». Хотя по книгам «Исход» и «Второзаконие» Моисей писал поэтические сочинения, только этот псалом надписан его именем. Вряд ли Моисей сам себя называл «человеком Божиим». Этот почетный титул давали ему окружающие люди. Они хотели подчеркнуть его близкое знакомство с Богом и его высокий авторитет среди народа. Человеком Божиим в Библии называется не только Моисей, но и такие пророки, как Илья и Елисей. С давних времен выдвигаются самые различные гипотезы. Почему 89-й псалом приписан Моисею? По одной из версий, только Моисей имел дерзновение сказать Богу «Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». Эта фраза из книги «Исход» имеет схожие черты с 13 стихом настоящего псалма. «Обратись, Господи, умилосердись над рабами Твоими». Оба выражения связывают один и тот же глагол, притом он стоит в тот же самой пароде, тот же самый императив «нефаль-вайктоль» со значением «раскаиваться», «сожалеть», «утешать». Некоторые исследователи считают, что дошедший до нас текст когда-то состоял из двух разных гимнов, разделение между которыми проходит по 12 стиху. В первых 12 стихах мы действительно видим человеческую жизнь под божественным микроскопом. Венчает данный раздел размышления о человеческой мудрости. А вот с 13 стиха начинается другой подход к описанию похожих событий. В 13 стихе впервые используется личное имя Бога Ягвы – Господь. До 12 стиха включительно Псалом передает абстрактное учение о взаимоотношениях Бога и человека. С 13 стиха приводится серия просек к Господу, которые связаны с конкретными обстоятельствами жизни общины. Однако такая же композиция и текст встречаются в книге «Бытия», который начинается с творения мира и описания событий вселенского масштаба, первые 11 глав. А затем автор приходит к описанию истории конкретного одного народа, начиная с призвания Авраама. Принимая во внимание структуру книги «Бытия», можно увидеть целостность и в композиции исследуемого нами Псалма. Периоды национальных катастроф, естественно, побуждали к размышлениям о мимолетности человеческой жизни. Описанная в Псалме скоротечность жизни, проведенная под знаком гнева Божия, исчислений дней жизни, отсутствия упоминаний о храме и даже о скинии, может навести на мысль, что Псалом является аллюзией на сорокалетнее страствование евреев по пустыне, в течение которых народ нес на себе наказание за ропот, и старики умирали так, и не увидев землеобетованной. Аргументом против авторства данного Псалма от руки Моисея является разница в указаниях продолжительности жизни. Запрет на вхождение в землю обетованную по книге Исход распространялся на всех лиц от 20 лет и выше. Если прибавить 40 лет страствований, выходит, что умереть в пустыне должны были все лица старше 60 лет. Сам же Моисей прожил 120 лет и при этом, цитирую, зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась. Псалом 89 устанавливает верхнюю границу продолжительности жизни в 70 лет, а при большей крепости в 80 лет. Отсюда делается вывод, что ко времени написания Псалма средняя продолжительность жизни населения значительно сократилась. Однако с такой точкой зрения можно поспорить, поскольку живший гораздо позже даты написания Псалма сын Сирахов писал о более продолжительной жизни в свое время. Цитирую. «Число дней человека много, если 100 лет». Итак, Сирах пишет о 100 годах жизни человека. Моисей прожил 120. У Моисея говорится о 60 годах и выше. Следовательно, нет ни у чего удивительного, что что-то посередине, золотую середину, нам указывает автор Псалма 70-80 лет. Следовательно, вышеупомянутые критерии долголетия весьма относительны. Псалом пересказывает множество идей, которые встречаются в других Псалмах. В этом случае вряд ли этот текст можно назвать оригинальным. Однако это снова и снова доказывает, что Писания Моисея были основой для дальнейших размышлений. И, по сути дела, многие Псалмы пересказывают Тару Моисея. Псалом содержит проникновенные мысли о формировании Вселенной, о вечности и времени в глазах человека и Бога. Эти мысли берут начало в книге Бытия. Можно предположить, что составители Псалтырь взяли данный Псалом из какого-то древнего сборника сочинений, такого как Книга Праведного, которая не дошла до наших дней. Рассмотрим детальное содержание данного Псалма. Второй и третий стихи. Псалом начинается с уверенности в Создателе мира. В первом и последнем стихе Псалма он буквально господин, хозяин и владыка. Господь не просто наше прибежище, о чем говорит греческий текст. Он буквально место обитания, жилище. Маон. Таким жилищем по Псалмам нередко является святилище, как место видимого обитания Бога среди своего народа. В библейских текстах живилище Божие является местом убежища, местом, где можно почувствовать себя в безопасности. Таким укрепленным местом с большими толстыми стенами вокруг, конечно, в последующем был Иерусалимский храм. Книга Бытия описывает происхождение неба и земли как некий длительный творческий процесс. Автор Псалма вместо глагола «творить», «бара» или «формировать оса» использует глагол «рождать» – «йелет», который нам намекает на отношение рождения младенца от утробы матери. Возможно, тем самым он хотел показать, что горы буквально родились, возникли из земли после ее формирования. Земля породила горы. Горы являются символом самых прочных в мире вещей. В поэтической форме Бог описывается в других местах не только как родитель земли, но и родитель для деревьев и камней, и даже для капель росы, льда и иния. Книга Иова. Венцом творения, безусловно, является человек. По второму Псалму человек рожден Богом. Следовательно, Бог является источником жизни для всего. Источником жизни для всего, что движется и развивается во времени от века и до века. В древнееврейской концовке третьего стиха акцент делается на том, что творец земли и вселенной является Богом. Он – Эль. Концовка стиха по септуагенте делает ударение на вечности существования Господа. От века и до века он существует. Четвертый и пятый стихи. Еврейское слово «тление» означает «прах», раздробленные частицы, пыль. Таким образом, мы снова видим отсылку на книгу Бытия. «Прах ты, и в прах возвратишься». Адам стал превращаться в прах, поскольку съел запретный плод от дерева, в отношении которого Бог заповедовал не вкушать от него. Псалом называет человечество детьми Адама. В четвертом стихе в словосочетаниях сыны человеческие речут буквально о детях Адама. Причиной тления сынов Адама является гнев Божий. В данном псалме, как и в пятикнижии, сутки начинают отчитываться от вечерних сумерек. Пятый стих. При этом ночь уже делится на три стражи, а день по-прежнему представляет о себе нечто целое. Слова о том, что у Господа один день, как тысяча лет, пятый стих, не дают права вычислять по ним возраст земли. По смыслу отрывка речь идет о быстрой смене поколений, о скоротечности жизни как таковой. Жизнь людей является одним днем. Одним днем по сравнению с вечностью Бога. «Наши 70 или 80 лет сжимаются в одно мгновение, как от вчерашнего дня остаются только воспоминания, как ночь пролетает во мгновение ока, как сон, так пред Богом и тысяча лет в человеческом измерении». Тысяча лет унеслась, как потоп. Шестой стих. Продолжительность жизни до потопа была, как мы знаем, значительно дольше. Самая продолжительная жизнь была у Мафусала, по-другому Мафусаил или Метушаллах, сына Еноха и отца Ламеха из рода Сифа. Мафусал прожил дольше всех упоминаемых в Библии людей и умер в возрасте 969 лет. Согласно хронологии книги Бытия, Мафусал умер в год потопа. Однако была ли его смерть вызвана потопом или предшествовало ему неизвестно. Хотя имя Мафусал стало синонимом долголетия, однако его продолжительная жизнь меньше тысячи лет, а для Господа тысяча лет, как один день. Потоп в Ханаане мог быть вызван не разливом широкой реки, а обильным дождем, который мог бы привести к наводнению. Сон – это образ смерти. Наводнение и сон – это два противоположных образа, символизирующих два периода жизни человека. Бурная молодость, измирающая старость. Быстрый дождь, как бурное развитие, противоположен погружению в сон, как незаметному угасанию. Трава, которая зеленеет утром, а под вечер засыхает, также символизирует скоротечность человеческой жизни. «Всякая плость – трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно», – возвещал пророк Исаия. Показывая круговорот биологической жизни в природе, вряд ли автор псалма хотел показать естественную смену поколений. Скорее, напротив, он ставит человека перед парадоксом самой смерти. Трава, которая произрастает и дает побеги, не может увидеть следующий день. Как будто кто-то искусственно ее подрезает, сокращая до минимума ее продолжительность жизни. Следовательно, смерть – это незакономерный процесс явления природы, а Божие наказание за совершенный ранее грех. «Мы не только слабые и приходящие, мы грешники, страдающие по заслугам. Бог обличает и наказывает нас. Он не только знает наше явное беззаконие, восьмой стих, но и то, что мы стремимся скрыть от него, наши тайные грехи». Жизнь проходит и остается лишь звук, буквально вздох. Плач, стон и горе по книге Иезекииля. Поэтому автор псалма хочет не столько исчислить годы своей жизни, пересчитать, сколько осознать, понять ее смысл. Ему это нужно не для абстрактного философствования о природе, о физике, а для того, чтобы приобрести житейскую мудрость. Признать скоротечность и смертность значит признать, что такие жизненные ценности, как богатство, власть и общественный статус имеют приходящее значение. Через призму евангельского богословия настоящую мудрость можно уподобить драгоценной жемчужине, которую купец разыскивает среди прочих хороших жемчужин и все продает ради нее. Такой мудрый купец не стремится обезопасить себя на земле, но собирает себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют и воры не подкапывают и не крадут. Вопрос, который может задать любой человек. В библейских повествованиях мы встречаем разные возраста людей. В отношении допотопного человечества кажется, что люди жили целую вечность, ну, по крайней мере, несколько веков. И даже в послепотопный период прауцы живут достаточно долго. Кто-то 120, кто-то 160 с лишним лет. Князь Гевский позарился на Сару, когда было ей 80. Вот трудно сказать, чтобы вожелал себе в жены какой-то современный арабский халиф, 80-летнюю старушку. И нам кажется, что мы сейчас жизнь продлеваем. Хотя, если по факту посмотреть, мало кто в мире сейчас с использованием всех современных медицинских технологий доживает до возраста Моисея. В лучшем случае мы доживаем до возраста видения Моисея 50 лет, а уж аж в силах до 70-80 лет. В Российской Федерации, если человек дожил до 80 лет, это уже долгожитель. Если мне изменяет статистика, в нашей стране средний возраст, средняя продолжительность жизни мужчина 64, женщина 67. То есть мы даже не доживаем до возраста данного псалма. Только рискнув потребитель словососчитания, в развитых странах люди живут дольше, в каких-то 72-79, дольше, наверное, живут в Швеции и в Дании. Там говорят, как и в Канаде, люди доживают в среднем до 79 лет. Как ни парадоксально, долго живут и итальянцы. Но может быть, потому что на севере их разложение тел останавливает холод, а в Италии все так быстро бегают и пьют омолаживающее вино, что они просто не успевают умереть. Трудно сказать, что эта средняя продолжительность жизни может значительно удлиниться с помощью современных медицинских технологий. Человечество всегда пыталось продлить жизнь. Изобретались эликсиры молодости, останавливающие старение. Всегда человечество хотело жить долго. но экклезиаст вечная книга, которая говорит о том, что все мы умрем. Я не знаю, не встречал пока еще ни одного современного результата, успешного эксперимента по воскрешению личности человека или такой пересадки органов, или выращивания искусственной почки, которая бы увеличивала жизнь человека хотя бы на 50 лет. А вот из Икия царь помолился и Господь прибавил ему еще лет 15. Это, конечно, не означает, что мы должны вместо обращения к хирургам обращаться к знахарям и только молиться вместо того, чтобы принимать аспирин и панадол. Если уж апостол Павел, нуждающийся в лечении, прибегал к профессиональному врачу, коим является апостол Лука по свидетельству древних, то тем более мы сейчас прибегаем к таким замечательным врачам, как Лука воина-ясенецкий, не только в молитве, но и в реальной физиологической, хирургической, в том числе, помощи. Поэтому вряд ли можно современных экспериментов в отношении лечебных процедур бояться. Они служат нам во благо. Но чего мы должны бояться с точки зрения биоэтики и экосистемы нашей планеты? Бояться мы должны того, что следуя благочестивым намерениям, человек переступает границы естественности тех процессов, которые в мире существуют. и давая жизнь одному эмбриону, убивает при этом пять других. Давая жизнь одному старику, убивает другого молодого человека. И превращает людей, помимо их воли, в доноров. Например, в местах острых вооруженных конфликтов, где существуют это известное дело подпольные медицинские лаборатории. тоже можем сказать и об экспериментах над животными. Конечно, нам хочется сначала опробовать лекарство на животных, прежде чем оно будет экспериментироваться на людях. Но не знаю, как кому, а мне лично жалко и тех обезьянок, которые умерли в результате медицинских экспериментов, и тех мышей, и даже крыс, потому что они все же творения Божьи. Поэтому проблема не в том, каких медицинских результатов мы достигнем, а проблема в том, каким путем мы стремимся достичь продолжения своей собственной жизни. Обернись назад, 13 стих, напоминает просьбу Моисея «отврати пламенный гнев и отмени погубление народа». Рана насытена с милостью, не говорит о просьбе дать милость на следующее утро. Скорее речь идет о новом этапе взаимоотношений с Богом, о наступлении дня милосердия на смену скорбной ночи. Поражения в пустыне служили промыслительным наказанием от Бога. Их целью было испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповедь его или нет. Дела рук твоих по вторзаконию совершенны, в них нет неправды, поэтому автор псалмам молится, чтобы эти дела явились на рабех его. Если Бог повернется лицом к народу, то дни труда и болезни превратятся в дни радости и веселья. 14-15 стихи. Народ Божий увидит славу Божию. Его великолепие. Благоволение Божие – это не просто красота в широком смысле слова или слава, доброта, благожелательность. Это единство всех этих значений. Двукратное повторение одной и той же фразы в последнем стихе псалма вероятно является преднамеренным. Многие годы община верных сталкивалась с тяжелой жизнью в трудах и болезнях. Гнев Божий не утихал десятилетиями. Двойная мольба в 13-м стихе «Обратись, умилосердись». Таким образом нашла своего двойника в двойной концовке псалма «В деле рук наших с поспешествуй». «В деле рук наших с поспешествуй». Итоги. Бог по своей вечности вечен. Он вне времени. Время появляется с началом творения мира. Бог является творцом природы. Он рождает ее объекты силой своего творческого слова. Избранный народ знает его не только как господина царствующего над всем миром от века и до века. Он молится ему как Господу и Богу. Народ израильский связан личными отношениями с Богом и поэтому он не хочет вечно воспоминать все то, что когда-то Бог делал. Люди ищут в нем своего прибежища, которое никогда не меняется с течением времени. Если подразумевать под жилищем Бога на земле его скинию или храм, то по факту вряд ли это укрытие можно назвать прибежищем во веки веков. Скиния была утрачена и храм неоднократно разрушался. Шатры в пустыне были всего лишь временным убежищем. Хотя по Новому Завету лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, но даже Сын Человеческий не имеет на земле где преклонить главу. Евангелие говорит «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас». Тем самым Иисус Христос предлагает искать прибежище не в ущелинах каких-то гор, но в нем как в особом месте и состоянии успокоения в мире будете иметь скорбь. Намужайтесь, я победил мир». Вот интересно жизнеописание Антония Великого, который прожил до ста лет, автором его жизнеописания является святитель Афанасий Александрийский, который в том числе составил толкование на псалмы. Так вот, описывая смерть святого Антония, Афанасий те же самые применяет слова, как и по отношению к Моисея, описанному в Терзаконии. «Зрение его не притупилось, крепость с ним не истощилась». Еще добавляет что зубы Антония были крепкие и целые, как у молодого человека. Вот какой интересный образ у нас повторяется потом в египетской христианской письменности. Кстати, древние монахи конца третьего, начала четвертого века, да и весь четвертый век, они себя мыслили новым Израилем, который совершает духовный исход из плена египетского фараона. Применяя аллегорический метод толкования Библии, они называли египетским рабством, рабство греху. И, следовательно, говорили, что мы должны выйти из Египта не в пространственном отношении, но в отношении самого качества жизни мы должны избавиться от плена греховного, перестать служить сатане и служить Господу. Эта же идея о том, что не место человека освещает, а способ жизни встречается и в XX веке в высказываниях старца Порфирия Кавсакалевита. который любил повторять снова и снова две истины. Красной нитью проходит через все его слова и речи. Первое. Охи тон топа созвит он антропа Аллах отропа ты заисту. Не место спасает человека, а способ жизни. А вторая фраза Христос и не топан. Христос это все. Христос это наше все. Вот основа нашей веры. христос христос христос